Сидя в камере, заключенные играли в карты. Ярослав не любил это, но куда деваться, задолбят потом, если не сыграешь. Всякий раз мужчине приходилось молиться, ведь в основном играли на деньги, на желания, на сигареты или на чай. Ярику не так уж сложно было вникнуть в суть игры. Он работал учителем математики. Запоминать, иметь стратегический ум, все это было свойственно мужчине. Однако в этот раз что-то не заладилось, видимо не тошла карта ему в руки и в итоге он остался в проигрыше. В этот раз на Ярославе решили отыграться зэки. Ему дали дырявую ложку. Можем дать тебе три дня отсрочки от выполнения задания, шутили над Яриком другие игроки. Для Ярослава эти три дня слишком долго тянулись. Громила самый уважаемый в тюрьме старик точно это дело не оставит просто так. Вот задаст он им за эту ложку. Неужели для Ярослава жизнь закончилась? Ведь ему после всего жизнь адом покажется. Дадут молодому человеку теперь самую тяжелую работу в тюрьме. Настал тот самый день. Ярик выполнял как обычно свою работу в столовой. Напарник, просверлив ложку, подсунул ему. Зэки стояли в стороне и посмеивались между собой. Ярик попрощался про себя с жизнью, попросив дедушку встретить его в загробном мире. Подошел он к старику по кличке Громила и протянул ложку. Что же будет? Опустят ведь зэки теперь. Пожилой мужчина заметил, что ложка дырявая и взглянул на Ярика. Молодому человеку показалось, будто прошла целая вечность, пока дед смотрел на него. У Ярика выступили капли пота на лбу. Я сегодня как раз на диету сел. Скоро мне выходить на волю. Надо жену свою порадовать спортивной фигурой, проговорил Громила. Ярослав оглянулся на зэков. Те глядели на него озадаченно. Просек их дед, что они хотели от парня, и решил сыграть не по их правилам. Итак, поэтому передаю с моего барского плеча ложку. Продолжил старик, кивнув в сторону опущенных. Можно находиться на вершине, а можно стать рабом и делать то, что диктуют люди. Громила встал из-за стола. Зэки зааплодировали. Удалось деду спасти ситуацию. С тех пор Ярик перестал бояться пожилого мужчину. Он ему начал казаться душевным человеком. Однажды Громила признался парню. Я знал тебя еще маленьким. Родители твои уважаемые люди. Вспомнил тогда его Ярослав. Родители парня учителями работали. И ему дали образование. А деда Гришу он помнил. Часто его старик конфетами угощал. Голодное было время. Радовался маленький Ярик этим конфетам. Ведь родители редко покупали сыну сладости. А потом дед Гриша пропал куда-то. Никто не знал куда. Оказалось, в тюрьме вот уже двадцать лет сидит. А мы вас искали, помню, сказал Ярик Громиле. Да вот ошибки молодости привели меня сюда, вздыхая, ответил старик. Хотел красивой жизни. Груз перевозил запрещенный. Однажды везли его с друзьями я подвыпивший был. Последнее предстояло поездкам. Только, видимо, за все нужно платить. Расплатился и я. В аварии то никто, кроме меня, не выжил. Посадили меня на двадцать лет. Но уже выходить отсюда скоро. Пожилой зэк смотрел в потолок. Если бы не эта история, Ярослав ни за что не узнал бы его. Еще и постарел сильно за многие годы. Мне три года дали, сменил тему разговора Ярик. Ученица влюбилась в меня, а потом поняла, что не нужна мне и устроила истерику. Обвинили меня в домогательстве. Еще пару лет тут торчать придется. Зэки, узнав, что Ярик сблизился с авторитетом Громилой, перестали общаться с ним. А в день выхода деда Гриша решили накинуться на парня толпой. Завязалась потасовка. Ситуация накалялась. Один зэк кинулся на Ярика с ножом самодельным. Однако Громила заступился за заключенного, прикрыв его собой. Не успел ничего сказать старик на прощание. Лишь грустная улыбка осталась на его лице. Ярик знал почему. Хотел дед прожить последние годы с женой своей. Двадцать лет он ждал этого, но не суждено было. После этого случая никто больше не придирался к Ярославу. Только какой ценой ему досталось это спокойствие? Молодой человек спать не мог ночами. Все ему виделись глаза деда Гриши, как он про свою жену рассказывал, как вернуться к ней хотел, какие планы строил. Но однажды приснился Ярику старик. Он говорил ему, не переживай за меня, теперь я в надежном месте. Наутро Ярик почувствовал, будто с души его камень упал. А спустя год приговор его пересмотрели и отпустили парня досрочно. Решил Ярослав проведать бабу Люду, супругу погибшего деда Гриши. Принес молодой человек ей большой букет цветов. После стука в калитку она вышла. Увидев цветы, пожилая женщина расплакалась. Именно такие ей приносил когда-то супруг. Я сидел с вашим мужем, начал было паренек, но старушка его перебила, сказав, что знает его. Дед Гриша писал о нем в письмах. Она пригласила Ярика к себе и уже через несколько минут они пили чай. Может помощь нужна, поинтересовался Ярик. Баба Люда начала отнекиваться, что мол все хорошо. Тут Ярик заметил протекающий кран на мойке и починил его. С тех пор он захаживал иногда к бабушке. Ведь как к ей одной? Трудно же. Благодарен Ярик был деду Грише за свое спасение. Не один раз его старик выручил. А пожилая женщина его всегда чаем угощала с вкусным печеньем. Ошибки все совершают, никто от них не застрахован. Только не знают люди, что бумерангом возвращаются и к преступлениям. Как в том случае, когда парня спас дедушка ценой своей жизни.